Исследователи из Утрихтского университета в Нидерландах показали, что иммунная система каждого человека уникальна, поэтому инфекция переносится по-разному и действие вакцины также отличается. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Systems. Команды ученых во главе с профессором Альбертом Хеком с помощью методов биомолекулярной масс спектрометрии измерили профиль антител примерно у 100 человек, включая пациентов с коронавирусной инфекцией и людей, получивших различные вакцины против COVID-19. Результаты показали, что набор антител и их концентрация у каждого человека меняется уникальным образом во время болезни или после вакцинации. Даже у двух человек, получивших одновременно одну и ту же дозу вакцины, формируется разный профиль антител. Иммунная система у всех разная. Наши тесты на антитела показали, что все по-разному реагируют на вакцинацию. Организм некоторых людей создает очень эффективный иммунный ответ, в то время как другим это не удается, подчеркнули специалисты. Также они выяснили, что у большинства людей, больных или здоровых, в каждый конкретный момент времени в крови присутствует от нескольких десятков до нескольких сотен различных антител в высоких концентрациях, при этом их профиль у каждого человека абсолютно уникален. Отмечается, что низкие уровни антител после вакцинации говорят не о том, что вакцина неэффективна, а о том, что иммунная система у данного человека реагирует на вакцину хуже, чем у других. По той же причине у некоторых людей уровень антител может значительно снижаться со временем, и такие люди быстро становятся снова восприимчивыми к вирусу. Исследователи установили, что у одного человека из ста после вакцинации антитела не вырабатываются совсем. Для решения этой проблемы авторы исследования предлагают как можно скорее вести процедуру массового тестирования на антитела.